Вас приветствует канал Stars Exclusive русский сериал. Многие знают замечательного композитора и певца Игоря Корнелюка. Он давно не выступает на большой сцене, но это не значит, что его композиторский талант пропадает даром. Долгие годы Корнелюк пишет музыку для других артистов, для театральных постановок. В частности, он работал над музыкой к спектаклям «Крестики-нолики», «Трубач на площади» и так далее. Также его деятельность направлена на кинематограф. Музыку и песни Игоря Евгеньевича можно услышать в полнометражных фильмах и популярных отечественных сериалах. Что касается сериалов, то в большинство проектов Корнелюка как композитора привлекал режиссер Владимир Бортко. В каких известных сериалах звучит музыка Игоря Корнелюка? 1. Бандитский Петербург. 1 мая 2000 года на экраны вышел криминальный сериал «Бандитский Петербург» Владимира Бортко. В главных ролях снялись звезды отечественного кинематографа Лев Борисов, Александр Домогаров, Дмитрий Певцов и многие другие. Сериал имел невероятный зрительский успех и транслировался в разное время по десяти российским телеканалам. Музыку к этому драматическому многосерийному фильму написал Игорь Корнелюк. Песня, написанная и исполненная Корнелюком к бандитскому Петербургу «Город, которого нет», произвела настоящий фурор. До сих пор эту композицию и сериал любят миллионы россиян. 2. Мастер и Маргарита. Экранизация одноименной книги авторства Михаила Булгакова вышла на экраны в декабре 2005 года. Десятисерийный мистический сериал снял Владимир Бортко, а написать музыку к проекту он пригласил Игоря Корнелюка. Скептики не верили в то, что Корнелюк, написавший композиции к сериалу про бандитов, способен написать стоящий, серьезный материал для мастера и Маргариты. К счастью, они ошибались. Потрясающая экранизация талантливого режиссера, выдающаяся игра актеров первого эшелона, среди которых Олег Басилашвили, Александр Абдулов, Александр Панкратов-Черный и другие, гармонично дополнена музыкой Игоря Евгеньевича. Третий. Идиот. Над десятисерийной драматической экранизацией Федора Достоевского вновь работали режиссер Бортко и композитор Корнелюк. На этот раз ни у кого не было сомнений в качестве музыкального сопровождения к сериалу. В одном из интервью Игорь Корнелюк рассказал, что в процессе написания музыки к Идиоту во сне к нему являлся сам Достоевский и критиковал его до тех пор, пока не получился идеальный материал. Музыкант заявил, что после одобрения от Федора Михайловича, он отправил материал Бортко, который взял его в работу. Конечно, музыку этого выдающегося композитора можно услышать и в других, но менее популярных телесериалах. Надеемся, что творческий путь композитора в киноиндустрии продолжится, и мы сможем увидеть немало первоклассных сериалов с музыкой Игоря Корнелюка. Ставьте лайки и подписывайтесь на Старс Эксклюзив.